Приветствую вас на канале, ребята. И это видео я хочу начать с поздравления вас с Новым Годом. Надеюсь, все было чудесно в 2019, и если остались цели, которых вы не достигли в этом году, надеюсь, вы сможете достичь в 2020, как и я. Я вот надеялся, что закончу с этим грузовиком до конца 2019-го, но, как видите, я лишь на полпути, поэтому надеюсь преуспеть в 2020-м. Сегодня же я продолжу работу на GMC Sierra 2018-го. И первое, с чего я начну, хочу установить это крыло со стороны пассажира, чтобы установить нижнюю секцию основной опоры. А затем я начну устанавливать интеркулер. Фактически не сам интеркулер, а вентилятор и другие детали, которые необходимо установить. На основную опору буду крепить коробку передач, а также радиатор. Это будет насаживаться таким образом, чтобы можно было перекачивать грузовик за счет его мощности. Это моя цель на сегодня. Давайте посмотрим, как далеко мне удастся продвинуться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итак, сейчас самая большая дилемма для меня. Это начать сборку системы охлаждения, подводящие трубки и всю эту переднюю часть. И причина, по которой я не хочу ее собирать, это шкив, который нужно заменить, и это заглушка. Итак, мне нужно установить ремень, вентилятор, крышку, еще резиновую деталь, тут еще пластик, вот тут он. Это еще не все. И для того, чтобы вставить этот радиатор. Здесь также есть радиатор. Охлаждающий радиатор. Он идет сюда. Эти трубки подсоединяются здесь, потом идут вторично. Но в основном, все идет по очереди. Если вы не можете установить что-то одно, вы не сможете двигаться дальше. Если не можете подключить это, то и не сможете сделать то и так далее. Так вот, чтобы я мог установить радиатор и все остальное, мне нужно заменить шкив, потому что потом будет еще сложнее. И еще я не могу закончить эту часть, потому что забыл очистить одну деталь. Поэтому сейчас у меня в планах перейти к этим трубкам. Они идут вот отсюда, к теплоизоляционной перегородке. Потом я начну собирать все подшипники вот здесь. И затем посмотрю, что еще можно будет здесь делать. Если уже ничего не смогу, то перейду к интерьеру. Короче, найду чем заняться. Вот с чем приходится иметь дело, когда вы занимаетесь переделкой. И она занимает так много времени, что вы забываете сделать что-то нужное. В любом случае, вот что мы имеем в этой точке. Давайте продолжим работу над чем-то другим. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Ну вот, я собрал все, что мог с этой стороны. Вы видите, что вернулось на свои места. Подвеска на месте. Мне не нравится вот этот зазор. В этом месте он больше, а вот тут меньше. То есть, неравномерный. Но я вернусь к нему попозже, когда уже все смонтирую. Потому что это крыло повреждено вот здесь. Это видно, и мне придется его починить. Видите, насколько нужно поправлять это крыло или, возможно, основную опору? Я точно не могу сказать, пока не установлю вон тот кронштейн наверх. Но прежде чем это сделать, мне нужно все установить на это место. Поэтому завтра я собираюсь забрать эту пластиковую штуковину, где все соединительные заглушки. Надеюсь, она будет на разборке. А также я надеюсь, что смогу достать шкив или на разборке, или уже у дилера. Увидим. В итоге, если я смогу заменить шкив, я смогу начать сборку в этом месте. А еще мне нужно несколько кожухов. Они идут отсюда к радиатору. Они нужны, чтобы зафиксировать этот пластиковый кронштейн, который идет от радиатора и крепится болтами к основной опоре. Все остальное почти готово. Этот кронштейн уже покрашен, а этот кронштейн наверхский. Вон тот, что расплавился. Он всовывается таким вот образом, а затем просто закрепляется болтами. Осталось не очень много. Нужно еще очистить этот кронштейн. И что еще? Еще что-то было, а я не знаю, почему дилер задерживается с держателями решетки. У меня есть один из обгоревших, который не сильно поврежден. Скорее всего, я его почищу, и так мне не придется ждать. Если все-таки они завтра не придут. Еще нужно монтировать вот этот модуль на основании. Нужно обрезать эти штифты и установить там новые, и все собрать. Если завтра у меня будет все, что нужно, то передок можно будет полностью закончить. Речь не идет о крыльях и остальных наружных работах. Я говорю только об отсеке двигателя. Радиаторы, основная опора и все такое. Ну а сейчас, думаю, мне стоит заняться теми деталями, которые необходимо почистить пескоструем. Таким образом я смогу покрасить их завтра, а то и сегодня. И завтра я смогу установить их. Положу их возле обогревателя, чтобы они быстро высохли. Надеюсь, закончить с этим грузовиком до первого февраля. Нужно побыстрее с ним заканчивать, так как у меня есть и другие проекты, с которыми нужно поработать. Сейчас они ждут меня, а я не могу ничего делать, пока не закончу с этим. А еще есть Форд, его тоже нужно сделать. Там уже не так много осталось работы. Все детали для Форда у меня есть, нужно лишь покрасить, установить и собрать все в кучу. А теперь давайте займемся пескоструем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все. Я наконец-то все дочистил. Как вы видите, я сделал маленькую комнатку вот здесь, чтобы песок не разлетался повсюду. Детали очищены и готовы к покраске. Сегодня красить их не буду. Время уже 15 минут десятого. У меня ушло три часа на обработку. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Шести деталей пескоструем. Они небольшие, но и пистолет небольшой. Плюс мне пришлось собирать песок с земли, чтобы повторно его использовать. Мне еще и придется очистить этот держатель решетки. Как вы понимаете, в этом эпизоде, где я разбирал сгоревший грузовик, вы уже видели, верхняя часть повреждена. Она внутри, и поэтому мне придется ее вытащить, если у дилера не появится новая. Вот видите, здесь вогнуто, и мне придется чинить и это, чтобы собрать передок. Не считая этого, все остальное продвигается довольно неплохо. Но, конечно, одно цепляется за другое. Потом тянет третье и четвертое. Из-за такой ситуации я не могу вставить одно из-за другого и так далее. Но так и есть. Завтра у меня по плану авторазборка. Там достать все необходимые детали. Надеюсь, все они будут в наличии. И завтра я также надеюсь закончить передок. А возможно и нет. Увидим, сколько времени уйдет на то, чтобы достать детали. Я думаю, что буду использовать аэрозольную краску, но увидим. Это уже будет завтра. Спасибо, что заглянули, и как всегда с вас лайк, если вам понравилось. В комментариях оставляйте отзывы. И если вы еще не подписаны, сделайте это. Спасибо за поддержку. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok